Из года в год накануне Дня Великой Победы священная земляк героической Брестской крепости становится центром притяжения многих тысяч людей. Отдать дань памяти героям приходят не только те, кто на себе прочувствовал боль и разрушительную силу войны, но и молодое поколение. На этот раз в рамках патриотического марафона «Цветы Великой Победы» в церемонии возложения цветов к вечному огню приняли участие порядка 50 членов Белорусского Республиканского Союза Молодежи. У меня воевал прадедушка, прабабушка. У меня очень большая семья, которые все участвовали в Великой Отечественной войне. К сожалению, все погибли, причем где-то в самом начале Великой Отечественной. Но мы стараемся, опять же, каждый год на 9 мая идти в бессмертном полку. Я считаю, что это надо проводить, чтобы будущее поколение не забывало об этом и знало все, что было до этого. Активисты и руководители молодежной организации стараются сделать так, чтобы для современных студентов и школьников Брестская крепость стала воплощением несломленного народного духа, мужества и самопожертвования тысяч солдат и офицеров перед лицом смерти и во имя мирной жизни на нашей земле. А знания о войне остались в каждом сердце. Именно на это направлен проект «Цветы Великой Победы». «Цветы Великой Победы» – это многоступенчатый проект. Брестская область, как всегда, к этому проекту относится очень трепетно, потому что уже середина апреля, начало мая, на сегодняшний день она его реализовывает, потому что у нас есть такая творческая эстафета «Цветы Великой Победы», где мы совместно с 38-й бригадой посещаем малые населенные пункты, проводим тоже диалоги поколений, проводим церемонию возложения с митингами, изучаем историю мест воинских захоронений. На этот раз после торжественного возложения «Цветов к вечному огню» молодежь приняла участие в диалоге поколений, который прошел на базе Музея обороны Брестской крепости. Как передать наследие Великой Победы современным студентам и школьникам, не допустить геноцида и сохранить мир для будущих поколений – темы, которые обсуждались на форуме. В онлайн-формате к брестским студентам и школьникам присоединились ребята из других уголков Беларуси, а также ветераны Великой Отечественной войны и сотрудники прокуратуры.